Всем привет! Я снова в строю и сегодня мы поговорим о нём. Ребят, сразу скажу, что этот танк далеко не имба. И новичку, который выкачивает свой первый топ, я бы не посоветовал. Но боже, как же на нём весело играть! Что же весёлого, спросите вы, если его имеет и в хвост, и в гриву? Ну, во-первых, блин, ну вы посмотрите, какая это бандурина! Одно только управление этим сараем уже рисует улыбку на лице. Порой мне кажется, что Маус не едет по карте, а стоит и тупо двигает эту карту с объектами под себя, прокатывая её через траки гусениц. А как он сражается в бою? Огромный металлический кирпич стоит и раздаёт всем по щам, двигая целым зданием влево-вправо. Схватка с Маусом очень похожа на это. Во-вторых, самое весёлое, что есть в Маусе, это его таран. Достаточно чиркнуть эту махину бортиком и потеряешь минимум 200 хпшек. В клинч выходить с ним опасно. При каждом схождении вы будете терять приличное количество единиц прочности. Медленно и верно Маус давит, давит противника, пока тот не брызнет маслом в перемешку с бензином. Это доставляет, поверьте. В-третьих, весело от того, как он танкует. Да, в нём навалом дыр. Есть куча мест, куда пробить. Но при умелой постановке этого монстра пробить его будет сложно даже ПТшкам. Вам не нужно быть Гарри Гудини. Достаточно довернуть ромб и чуть довернуть башню, чтобы вас не имели в пухлые щёчки. Всё, мы неприступный Форд Нокс. Ну и в-четвёртых, он самый жирный в плане хп из всех танков. Все эти три преимущества в совокупе делают его невозмутимым к противнику. Он тупо едет. Медленно. Но верно. Затыкая своей тушей целое направление. Вы стреляете по нему. Стреляете. Через раз-другой пробиваете, а он всё ближе и ближе. Ваши хп тают, а он всё ближе. Шансов выгрузить заварушки всё меньше и меньше. И постепенно настаёт конец. Конечно, случается, что на мышонка выскакивает парочка СТ и тогда веселье оканчивается. Но, ребят, давайте смотреть правде в глаза. А на каком танке оно не закончится, если против вас выскочила парочка СТ? Есть у мышонка недостатки. Причём их немало. Очень меня опечалило, что такому особому танку дали низкий ДПМ на уровне. Самый низкий. Прям совсем-совсем опечалило. Добавили бы ему альфы побольше на 50 единиц и уже веселее. Ведь получив 480-500 урона, можно запросто скушать мышь, закрутив. Поэтому многие не боятся лезть под его ствол. Ещё что меня дико взбесило в нём, так это заднее расположение башни в самокупности с его размером. Если к мыши подъехать в упорный СТ, то он даже выстрелить не сможет по вам. Только бодать тараном остаётся. Мало кто это знает, но тем не менее, низкопрофильные танки с лёгкостью могут так кошмарить мыша. В принципе, это основные моменты. Ведь и так понятно, что он медленный. И башни ворочат медленно. Поэтому даже нечего про это говорить. Так как же играть на этом чуде танкостроения? Всё просто, ребят, как дважды два. В начале боя чётко определяем фланг, так как сменить его уже не будет возможности. Зовём с собой подкрепление, ведь основная задача заткнуть фланг. Принять порцию вражеских пиздюлин и раздать по всем, кого видим и пробиваем. Всем, чем Мауса наградила ВГ. Поддержкой союзников фланг продавливается в 90% случаев. С этим Маус прекрасно справляется. И именно за это я его обожаю. Он выполняет свою роль лучше, чем многие танки в этой игре. Несмотря на все минусы. Я часто наблюдал в рандоме, что многие танкисты стараются играть на нём со второй линии. Ассистируя атакующим. И это грубейшая ошибка. Маус это жир. Это броня. Маусом надо давить, танковать или принимать дамаг. При этом вливать свой скромный ДПМ. А ваши союзники будут играть из-под Мауса, разнося фланг в пух и прах. Не бойтесь лезть вперёд вместе с союзниками. Это залог успеха. Только прошу вас, умоляю, не надо путать упоротость и грамотную атаку и давление на фланг. В заключение. Маус преподносит нам ещё один бонус. По сравнению со многими топами, каждый бой он приносит нам хотя бы 15-20 тысяч серебра. Что очень недурно. Поэтому вы не разоритесь, выкатывая этого монстра в бой. Конечно, порой приходится стрелять голдушечками. Но это не так часто. Поэтому в плане финансов Маус очень комфортен. Что ж, я высказал своё мнение по этому танку. Мне доставляют эти монстры. Иногда хочется просто поугарать в боях, создавать напряжённые упоротые моменты, плюя на статуи и прочие там параметры. И подобные танки лучшие в этом деле. На этом у меня всё, друзья. До скорых встреч. Пока. Пока. ПОДПИСЫВАЕТ ПОДПИСЫВАЕТ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...